добрый день уважаемые участники конференции я очень рада участвовать в этом замечательном событии и видеть вас в качестве гостей я буду рада ответить на ваши вопросы по окончании своего доклада потому что чем больше задаете вопросов тем для меня это большой показатель того что мы делаем полезное нужное дело та работа которую мы провели по созданию карты медийных компетенций на мой взгляд чрезвычайно актуальна потому что очень часто студенты и родители и любые внешние участники образовательного процесса спрашивают преподавателей и людей вот внутри этого университет сообщества а зачем 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 студенты изучает именно этот предмет почему именно в таком порядке почему именно в таком наборе дисциплин и по большому счету до вот создания таких карт я не встречала в своем опыте и студенческом и преподавательском я не встречала логичного и цельного ответа на вот этот вопрос зачем мне было очень трудно показывать учебные планы которые написаны по принципам министерства да и ученых советов внешние участники образовательного процесса этого не понимают а под те карты которые мы создаем на мой взгляд как раз помогает отвечать на эти вопросы карта компетенций она в первую очередь построена на интересах отрасли для которой мы готовим кадры и в основе своей лежат именно профессиональные компетенции которые востребованы работодателями но как только мы эту карту а приносим внутрь учебного университетского процесса мы каждую компетенцию можем согласовать с теми компетенциями которые есть в в в госе какие-то компетенции не пересекаются а какие-то абсолютно совпадают друг другом на самом деле вот эта работа по совмещению отраслевых ожиданий и в госовских требований они очень там дополнить дополнительный дополнительную ценность этой карты дает потому что это пространство для дискуссии пространство для обсуждения возможно какие-то кластеры не дорабатываются внутри университета кластеры компетенций а какие-то наоборот избыточные по мнению работодателей здесь мы работаем такими коммуникаторами медиаторами в общении между работодателями между отраслью и вузовскими вузовскими принципами вузовской системы я работаю в области обучения и повышения квалификации медиа специалистов при этом медиа мы понимаем очень широко это не только журналистика сейчас существует образовательный стандарт медиа коммуникации который построен совсем не по тем принципам по которым работают именно журфаки классические и сейчас медиа специальности и медиа навыков медиа навыки востребованы широким спектром людей поэтому называется эта карта медиа компетенций но она охватывает гораздо более широкий пласт чем классическая журналистика здесь нужно обязательно сказать что я сама в прошлом журналист я очень много работала в различных средствах массовой информации и в региональных сотрудничала с московскими изданиями и вот весь этот путь от студента выпускника преподавателя человека работавшего в отрасли я все эти этапы прошла и поэтому могу посмотреть на ситуацию с компетенциями с разных сторон с разных позиций и я в 2004 году закончила британскую магистратуру в городе бормут что очень сильно поменяла мой подход к тому как построено профессиональное образование такой маленький маленькая лирическая зарисовка когда я приехала в магистратуру первое что нам вручили на такой установочной сессии это такая брошюрка наверное страниц на 50 в которой была расписана абсолютно вся моя магистрская программа со всеми там навигаторами какие гостевые лекторы у нас будут куда у нас будет где у нас будут проходить стажировки какие у нас требования к эссе то есть я вот так вот просматривала эту брошюру и поняла чем я буду заниматься полтора года полностью отдельная история про британскую особенность что если в сентябре мне сказали что в марте следующего года в этой аудитории будет вот такой-то гостевой лектор он действительно там бывает у нас такого пока пока не редко случается так настолько планировать и заранее но это уже такое тоже лирика но смысл как раз был в том что вот этот навигатор помог мне и преодолеть все-таки страшно и сложно учиться совершенно в незнакомой системе в незнакомом вузе плюс еще там на английском языке кучу страхов вот этот навигатор снял и для меня это был такой звоночек почему мы я работала в вузах преподавала в разных городах почему мы не можем дать нашим студентам а такой значит такой удобный инструмент тем более что по большому счету это только вопрос планирования и вопрос подачи каким образом мы упакуем эту информацию для студентов у нас есть учебный план у нас есть расписание у нас есть планы практик но почему-то мы не рассказываем об этом в доступной форме для для студентов мы считаем почему-то это не важно и вот эта вот история была это был первый звоночек который меня подвигнул на на эту работу вторая история случилась когда я уже работала высшей школе экономики на факультете медиакоммуникаций и тогда пришли я вот к сожалению сейчас уже не помню какой номер в госов пришел какая версия компетенций пришла и нужно было переписывать очередные программы и учебно-методические комплексы то есть мы сели с этими компетенциями я понимаю что они написаны с желанием помочь людям разобраться в том что они будут учить но тот язык как он написан и те формулировки это объединение вот в эти там набора компетенции которые есть это совсем не тот язык которым разговаривают бакалавры когда которым разговаривают магистранты а так как я специалист по коммуникации я умею переводить с одного языка на другое с русского на русский с физического на лирический и обратно и у меня вот второй звоночек был что вот эти полезные штуки было бы замечательно перевести на тот язык который бы был понятен полезен и удобен нашим студентам и там магистрам в том числе и преподавателям преподавателям тоже что мы сделали каким образом собственно мы эти карты собрали мы сделали более 90 интервью мы пошли по крупным средствам массовой информации мы разговаривали с создателями продюсерами главными редакторами то есть людьми которые не просто работают а именно нанимают наших потенциальных выпускников на работу причем мы проводили интервью не анкетным способом а живым языком вот все что хотите как хотите любыми словами под вот как хотите рассказывайте что вы хотите от тех студентов которые к вам к вам приходят дальше мы этот поток сознания расшифровали и нарезали на мелкие мелкие вот так прям полосочки бумаги формулировки конкретных действий конкретных глаголов что работодатели хотят от выпускника дальше началась уже просто история по собиранию этих различных маленьких бумажечек в кластеры в кучке и структурирование и так далее и выяснилось что несмотря на то что когда на конференциях эти отраслевики приходят и говорят вы журфаки не умеете учить журфаки им в ответ вы не умеете там трудоустраивать вы не даете людям работы и так далее на самом деле вопрос как раз стоял не в том что где-то было несовпадение по смыслам а там реальность несовпадение по словам и по коммуникациям потому что как только мы сделали эту карту привели в такие в нейтральные формулировки все вот эти требования мы с этой картой спокойно приходим к издателям и говорим покажите пальцем что вот из чего состоит ваша новая вакансия и я вот сейчас хотела бы показать собственно как эта карта выглядит чтобы это было чтобы это было наглядно значит а вот в целом в целом медийной компетенции карта это уже версия 3.0 выглядит вот таким таким образом это в реальности это физический плакат который там размером а 0 его можно повесить на стенку каким образом он используется разными игроками вот этого нашего взаимодействия если это издатели если это редакторы у них в кабинетах висит эта карта и когда они открывают ту или иную вакансию они просто подходят к этой карте и выбирают те компетенции те навыки которые они ждут от человека потому что под словом редактор сайта это сейчас прям очень больная тема под словом редактор сайта люди понимают такой разнообразный набор умений и способностей очень часто бывают смешные вакансии когда человек хочет чтобы сотрудник за 15 тысяч владел всеми этими есть триста шестнадцать навыков и вот три все всеми этими навыками он должен владеть это такой навигатор для людей чтобы концентрировать работ для работодателей чтобы концентрировать их мысль а ты уверен что ему нужен английский язык а ты уверен что он должен разбираться вот абсолютно во всех этих возможно особенностях видеомонтажа или там мультимедийного продюсирования зачем где какие задачи он будет решать то есть это такая для работодателя это карта которая помогает ему концентрировать свои хотелки свои требования когда мы приходим в вуз с этой с этой картой и вешаем в деканате и на стенах в коридорах университетских там по-другому эта же карта используется преподаватель который начинает новый курс он говорит друзья вот смотрите сто процентов того что вы можете уметь в этой сфере вот это такая огромная карта никто никогда не в состоянии научить вас абсолютно всему мы сейчас в рамках этого курса идем по вот этой веточки по вот этому кластеру и мы с вами с как например медиа менеджеры вот мы с вами будем заниматься обучаться управлять контентом и вот у нас есть значит как организовать планерку как управлять коллективом это будут разные предметы и там разные дисциплины и в рамках этих дисциплин вот они отмечают и вот это как раз вы не представляете как у людей у студентов совершенно по-другому реакция идет когда преподаватель так рассказывает во первых студент понимает наконец то он получает ответ на вопрос зачем когда им рассказывают историю этой карты что она составлена по требованиям работодателей они понимают что если я буду владеть вот этой вот этой вот этой компетенцией то я могу монетизировать этот навык я могу трудоустроиться я могу получить понятную а понятную профессию понятную специальность даже если предмет напрямую не связан с каким-то ну с каким-то таким навыком инструментальным да ремесленным вот есть например такое очень болезненно воспринимаемый студентами раздел про профессиональную этику и когда это сформулировано в виде дополнительного навыка который является частью тебя как медиа 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 специалиста преподаватель может рассказать массу историй когда незнание принципов профессиональной этики повлияло в том числе и на профессиональный успех и вернее привело к профессиональному неуспеху и к потере к потере рабочего места все таки студенты очень много сконцентрированы на том что они после вуза пойдут работать для них связанность того что они изучают с тем что они потом будут получать и в каких условиях они будут работать она для них понятна и актуальна проблема возникает когда мы вместо того чтобы показать вот эту связь до показать эту логику мы говорим вы должны это знать а потом там дальше дальше разберетесь не стоит забывать и о третьей стороне этого этого треугольника этого взаимодействия что нас помимо работодателей помимо преподавателей факультетов у нас есть собственно сами студенты каким образом они эту карту используют себе на развитие достаточно много уже ребята и купила себе на стенку и мы рекомендуем использовать два маркера первым маркером отмечаешь одним цветом то что ты уже умеешь таким образом у человека появляется наглядная картинка своего профиля очень часто так как мы не учим людей вот это вот осознанию и формированию своего не резюме а именно профессионального такого профиля для них это часто является просто шоком потому что они видят что их навыки концентрируются какой-то в каком-то одном кластере они такие а что я теперь вот я мне лучше в верстку идти потому что все навыки которые у него есть они как-то вот кучкуется группируются вокруг этой значит вокруг этого кластера или например а я что управленец потому что у него эти навыки собираются то есть без визуализации очень трудно вот эту вот профиль свой составе а вторым маркером вторым цветом мы рекомендуем поставить то чему ты хочешь научиться здесь вроде бы простым действием мы стимулируем две вещи во первых мы на на его плечи сваливаем вот эту ответственность не ты приходишь и учишься по расписанию просто вот тебе сказали прийти на лекцию и ты пришел на семинар а ты выбираешь ты формируешь по сути вот эту свою индивидуальную траекторию исходя из своего представления и во вторых мы даем человеку некую такую карту уже не в смысле mind map да карту путешествия образовательного человек глядя на это понимает что он не может знать все и что для того чтобы осваивать вот эти вот профессиональные навыки ему нужно шаг за шагом последовательно двигаться по освоению каких-то каких-то навыков вот собственно каким образом мы используем бумажную карту и к чему это все приводит дальше конечно очень удобно с маркерами работать очень удобно на стенку повесить и пальцем потыкать но абсолютно логичным следующим этапом развития является то что наконец каждой веточки мы можем и по идее должны прикрепить книжки конференции курсы тренинги вебинары которые помогают развивать конкретно каждый этот навык и тогда вот эта вот цепочка что посмотри на весь профессиональный мир который может быть твоим выбери свою траекторию выбери свою стратегию и дальше мы человека должны привести а вот таким образом ты можешь эти навыки развить люди в конце да кто специалисты эксперты в этой теме на кого можно подписаться за деятельностью кого можно следить то есть вот альфа версию такую мы сделали это не публичный пока продукт то есть мы над ним работаем это такая альфа версия для демонстрации то есть вот в конце веточки сейчас я чуть чуть наверное покрупнее сделаю то есть она персонализируется можно за авторизоваться под собой в социальной сети он будет запоминать запоминать трек и в конце вот веточки мы собираем книги курсы прочитайте материал так далее то есть по сути это такой навигатор в том числе и по созданию индивидуального учебного плана для для человека здесь мы выходим тоже одна из целей которые у нас стоит здесь мы выходим за рамки вузов вузовской аудитории потому что в медиасфере огромное количество людей работают без журфаковского образования люди которые приходят с любым базовым образованием условного микробиолога реаниматологов детских которые приходят в медиа и здесь мы выходим за рамки вузовской системы потому что в медиасфере работает огромное количество людей без классического журналистского образования люди приходят абсолютно с любым базовым дипломом в любое время в любом возрасте и для них очень важно получать эти профессиональные навыки на которые они не могут выделить не четыре года бакалавриате не могут даже выделить год-полтора в магистратуре и вот с помощью вот такого навигатора где можно получить конкретные навыки конкретные ответы на свои вопросы вот такой вот электронный интерактивный навигатор мы сейчас развиваем и разрабатываем и если бумажная версия это уже обкатанные вот мы добавляли туда и кластеры мы обсуждали на нескольких семинарах чего там не хватает кстати вузовские преподаватели очень много дополнили интересных навыков которых о которых работодатели не сказали потому что для них это само собой разумеющееся они думали что все люди обладают этими навыками очень и очень в смысле был интересный опыт и вот концепция life-learn learning life-learn learning обучение в течение всей жизни она очень хорошо согласуется вот с этим моим внутренним пониманием что я в течение своей жизни вот по этой карте по этим тропинкам ищу профессиональные навыки профессиональные компетенции их осваиваю мне в этом может помочь вуз мне в этом может помочь репетитор вот в этом не может помочь книга а вот здесь вот общение на конференции таким образом все источники знания они могут быть вот сконцентрированы вокруг подобного сервиса не знаю можно ли подобную карту сделать под другой специальности здесь я очень хочу найти коллег кто хотел бы поставить такой эксперимент потому что у меня есть подобная карта в отношении своего ребенка то есть я такую карту для дошкольника нарисовала есть такой альтернатива не профессиональная а вот для для школьника но мне очень интересно хотелось бы поработать именно с другой профессиональной сферой возможно ли разобрать на навыки какую-то другую специальность был бы хороший опыт здесь я конечно хотела бы похвастаться что у нас там тысячи этих карт разошлись по по россии но я пока не не могу похвастаться это есть у нас такая цель чтобы в каждом у нас это сформулировано как чтобы в каждом на каждом факультете журналистики на каждом отделении связи с общественностью чтобы эта карта была чтобы там 60 процентов студентов конечно все это в в целях есть вопрос том что мы вот эту вот версию которую можно распечатывать подготовили буквально в сентябре сейчас поэтому у меня очень маленькие цифры что нас сейчас продано 60 карт но для моей сферы то есть учитывая что у меня во всей стране всего восемь тысяч редакций я за ближайший там девятнадцатый год я очень много есть очень сильно надеюсь увеличить эти цифры здесь я не совру абсолютно что люди которые эту карту видят они моментально понимают ее ценность вот для меня вот эта реакция и вот этот отклик был очень не очень значим а знаете как я меряю этот отклик потому что отзывы хорошие отзывы это всегда ой да вы заплатили вы подделали это это всегда есть у меня есть прекрасный маркер того что это действительно нужно мы на конференциях вот недавно совсем вручали эту карту в качестве приза победителю одному конкурса знаете что сделали после того как выступление закончилось люди моментально вот так вот облепили человека заставили его растянуть эту карту потому что она крупная большая и дальше методично смартфонами прямо вот экранчик за экранчик это все скопировали потому что когда вам это не надо вы не будете тратить время на то чтобы засканировать всю эту карту для того чтобы потом рассматривать и это кстати очень хороший такой был закольцованный закольцованная история потому что буквально сразу после вот этого вручения у нас была сессия про авторское право я горю смотрите какой прекрасный кейс вот только что мы с вами наблюдали процесс воровства авторского продукта ну и на не такие ой сейчас я удалю я удалю не вопрос то есть когда человеку это кажется и понимается вот значимым и интересным вот такой вот маркер тыренья до контента он кажется даже более показательным чем чем хороший отзыв и наверное вот закончить я хотела вот такой таким замечанием и дальше мы перейдем к вопросам вот есть поисковые системы я работала в компании яндекс и какие-то вещи вот прям оттуда тоже для этого проекта применим применяла вот есть поисковые системы которые отвечают на заданный вопрос если вы знаете что вы хотите найти вы забиваете в поисковую строку и ищите пиццу в минске или там формулы сокращенного умножения и дальше алгоритм поисковой системы должен вам ответить на этот вопрос что же делать если вы не знаете что вы ищете поисковая строка и поисковые сервисы для этого абсолютно не но они бессильны перед перед этим то есть вы не зная например о том что существуют дилеммы и проблемы профессиональной этики никогда не будете их искать ни в каких поисковиках и в этом смысле как раз вот подобные карты это ответ на вопрос покажите мне тот мир который мне интересен но про который я мало знаю куда там идти что спрашивать какие ключевые слова заносить поисковик все такая параллельная параллельная вселенная параллельный способ поиска профессиональной информации который который можно развивать